Здравствуйте, это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. В стройке придали ускорение. Подготовку к Мундиале обсудили на заседании регионального оргкомитета России 2018. Когда-то в этот день цветами и не пахло. Наш спецрепортаж о праздничном ажиотаже перед 8 марта напомнит смысл исторической даты. Преступника на ходу остановят. О прекрасной половине Самарской Росгвардии наш репортаж. Романтики с большой дороги. Женщин-водители в Самаре сегодня ждал сюрприз от сотрудников ГИБДД. Последнее слово за горожанами. Самарцев спросит, какие дворы нужно отремонтировать в первую очередь. Главная стройка ускоряется. Штат сотрудников, работающих на возведении Самара-Арена, увеличен на тысячу человек. То есть почти вдвое. А монтаж конструкции ведут одновременно три потока. Подготовку объектов к Чемпионату мира по футболу обсудили на заседании регионального оргкомитета России 2018, который провел губернатор Николай Меркушкин. В работе комитета принял участие глава Самара Олег Фурсов. На сегодня железобетонные конструкции на стадионе смонтированы уже на 90% в здании стадиона подано отопление. На помощь подрядчику проект на строительном объединении «Казань» направлены самарские специалисты, заказчик правительства России. Губернатор жестко обозначил задачу ускорить работы, которые находятся в ведении области. Это благоустройство, ремонт дорог и фасадов зданий. Чтобы уже к началу 2018 года Самара была готова к проведению игр, главным объектом которых должен стать новый стадион. Привлечение дополнительных сил позволяет гарантировать, что мы летом будем иметь полностью санатированной конструкции и будем ввести с работой внутри стадиона. Выплатили через 8 лет. Сотрудники Самарского дома печати получили долгожданную зарплату. Об этом представители инициативной группы предприятия рассказали на встрече с губернатором. Самарский дом печати изначально был государственным предприятием, в котором располагалась крупнейшая типография. Но после акционирования предприятие стало переходить из рук в руки и было доведено до банкротства. Наиболее пострадавшими в этой истории стали простые сотрудники, которые с 2008 года не могли получить заработанные деньги. После того, как они обратились за помощью к главе региона, ситуация стала меняться и вот теперь разрешилась полностью. С вашей стороны оказывана реальная помощь и сейчас на данный момент заработная плата выплачена в полном объеме. Огромное вам благодарность. А за всего трудового проекта. Спасибо. В 8 лет мы шли к этому событию. Если о банкроте, надо было людям всем выдать заработную плату. Это первое. Это было специальным законом федеральным прописано. Сначала, когда закон о банкротстве вводился, этого не было. И года 3-4 закон о работе у зарплаты была в третьей очереди. Потом это специально в закон внесли изменение, что зарплата это первая очередь. Портрет типичной жительницы Самары составили в службе статистики к 8 марта. Эта женщина за 40 с двумя детьми умна, хорошо образована, непременно хороша собой, является профессионалом своего дела. Представительницы прекрасного пола завтра будут принимать поздравления с их праздником. Однако изначальный смысл дня 8 марта затерялся в истории. Валерия Макарова восстановила события прошлого века и узнала, чего же хотят женщины. Чем ближе Международный женский день, тем актуальнее становится этот совет. 7 и 8 марта выручка цветочных магазинов увеличивается в разы, но и работать приходится круглые сутки. Бойкая торговля идет и на улицах. Здесь выбор не так велик. Роза, традиционные тюльпаны и мимоза. Берут ребят цветы, покупают и розы покупают. Я вообще в цветах работаю, и ребят приходят, берут и розы все. Хоть дорого, но все равно берут ребят. Дарите женщинам цветы, совет, который не устареет, наверное, никогда. Ведь кого бы не обрадовал такой подарок. А не обрадовал бы он тех, кто стоял у истоков 8 марта. Ведь тогда, в 20 веке, это был не праздник, а борьба за права женщин. Все началось в марте 1908 года. На улице Нью-Йорка вышли тысячи женщин. Они требовали сократить рабочий день, дать им избирательное право и равную с мужчинами оплату труда. Учредить Международный женский день предложила Клара Цеткин. Планировалось, что в этот день женщины будут проводить митинги, шествия и собрания, привлекая внимание к своим проблемам. Но сегодня эта история многими забыта, и 8 марта превратилась в праздник весны и женской красоты. Наша съемочная группа вышла на улицы Самары, чтобы узнать, какие подарки приготовили мужчины и чего на самом деле хотят женщины. Лучше цветов-то нет, наверное. Цветы. Самый хороший подарок. Весенний. Машину. Как один мой друг говорил, лучший мой подарок, это ты. Это я, то есть. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Отдых. Только цветы. Можно ювелирные, конечно. Конфеты. Такого плана, да. Цветы. Да. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Цветы. А вы как считаете? Согласна. Цветы. Почему цветы? Так, как-то приятно, не часто получаешь их все-таки. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Это мужчина. Чисто выбритый мужчина. Конечно же, внимание, цветы. И машину. Машину обязательно. Дай бог, чтобы муж увидел. Любовь. Любовь своего мужа. Просто надо угодить женщине и знать ее. Женщина, чтобы ее уважали, мне кажется, и сам, чтобы это, вот этот подарок. А больше ничего. Остальное все покупное. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Десятки задержаний, 11 лет службы. Лучшим сотрудником Самарского управления вне ведомственной охрады по итогам прошлого года стала девушка. В преддверии женского праздника репортаж о самой прекрасной сотруднице Росгвардии. Прапорщик Файзулина на службу прибыла. Легким движением руки эта хрупкая девушка заряжает оружие и кладет пистолет в кобуру. Так начинается служба Людмилы Файзулиной. Родившись в семье полицейских, девушка с детства решила, пойдет работать в органы. И вот на страже порядка она уже 11 лет. Семь из них прошли в управление вне ведомственной охраны. В биографии Людмилы десятки задержаний грабителей, угонщиков, насильников и наркокурьеров. Я не боюсь опасности, я не считаю, что это такая уж опасная работа. И мне нравится эта работа, я люблю свою работу. Постоянно чем-то занята, я не сижу на месте. Постоянное общение, постоянные какие-то выезда. Здесь на одну девчонку по статистике 75 ребят. В своем подразделении Людмила единственная девушка. Работает наравне с мужчинами, знает, как правильно действовать при опасности и защитить себя в случае нападения. Сотрудники сильного пола стараются равняться на свою прекрасную коллегу. По итогам прошлого года группа задержания, в которую входит прапорщик Файзулина, стала лучшей в ведомстве. Пользуется со стороны мужского коллектива большим профессиональным авторитетом. У нее уважают, все хотят с ней работать. Сотрудник сама часто очень, как говорится, выявляет преступление на своем энтузиазме. Короче, прогрессирует изо дня в день. Хачатур Картян работает в паре с Людмилой уже пять лет. Говорит, лучшего напарника и быть не может. С Людмилой работает великолепно, она очень надежный человек в любой момент, в любой ситуации поможет. Всегда мы друг на друга рассчитываем и помогаем друг другу. Менять работу Людмила не собирается. Сейчас учится в Воронежском институте МВД России. Намерена успешно его закончить и продолжит служить в управлении вне ведомственной охраны. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Вечернее платье, место кители и погон. Сегодня в Самарской таможне для женщин праздничный дресс-код. Их поздравляет с 8 марта. Дамы составляют почти половину трудового коллектива. Среди них особенно выделяется Татьяна Сухарева, которая личным примером показывает, что раскрывать свои таланты никогда не поздно. С весенним праздником ее поздравил и наш джентльмен Андрей Горгуленко. На доске спортивных достижений Самарской таможни среди мужчин выделяется Татьяна Сухарева. На ее шее медалей в несколько раз больше, чем у других. Сложно поверить, что заниматься спортом она начала только в 38 лет. А сейчас она уже полноправный лидер сборной Приволжского федерального округа на российских соревнованиях. Я мечтала быть спортсменкой. Таможня дала возможность раскрытия всех моих талантов. Я хочу пожелать женщинам, чтобы они не стеснялись мечтать. И у каждой наверняка есть какой-то талант, и нужно его раскрыть. Стрельба, лыжи, плавание, бег. Для Татьяны больше нет непокоренных высот. Ежедневные тренировки она успевает совмещать со воспитанием двоих детей и образцовой службой. Мы переживаем за каждого члена нашего коллектива. Татьяна не только достигает высоких результатов в спорте, она еще у нас передовик производства. Хочется пожелать ей и всем женщинам только успехов. Татьяна – одна из трехсот женщин в самарской службе. Весенний праздник таможницы встречают отличными показателями в труде. Только за январь-февраль в бюджет страны было переведено около двух с половиной миллионов рублей. И в этой цифре половина заслуги прекрасных женщин. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Водительское удостоверение. На 8 марта такой подарок от мужчины желают получить многие женщины. У некоторых жительниц Самары эта мечта сегодня сбылась. Накануне Международного женского дня права из рук главного гаишника Самарской области Игоря Антонова получили 10 начинающих водителей. Сергей Кизоркин оценил навыки вождения новоиспеченных автолюбителей. Оксана Аронова с подругой Еленой Сидорониной с детства мечтали водить автомобиль. И вот в канун 8 марта случилось чудо. Девушки получили водительские удостоверения. Я всю жизнь мечтала ездить. С детства, когда еще ездила с папой на автомобиль. Естественно, мечтала, хотела. И, наконец, моя мечта забылась к празднику. Я счастлива. Это как подарок. Я не ожидала, что так быстро я их получу. Оксана Аронова впервые села за руль только прошлым летом. На проселочной дороге попросила у мужа машину покататься. Понравилось. Рискнул он. Да, у меня. И с тех пор я решила, что хочу ездить на автомобиле. Прикладываю все свои усилия, чтобы не мешать дороге другим. Быть, в общем, послушным автомобилистом. При этом начинающим водителям стоит быть внимательнее, говорят сотрудники ГИБДД. В прошлом году произошло в три раза больше аварий с участием начинающих водителей, чем за аналогичный период 2015 года. Основное нарушение – превышение скорости. Удельный вес женщин-водителей возрастает. Это с каждым годом. Это действительно так. До 40-42 тысяч ежегодно прибавляется водителей. Зависит от года в год. Здесь есть небольшие колебания. Сказать, насколько сейчас удельный вес ежегодно составляют водители женщины, в данный момент не могу. Но в любом случае, если это раньше были в состоянии 2-3-4%, то сейчас эта цифра идет на десяток процентов. С 1 сентября прошлого года заработал новый административный регламент по приему экзаменов в автошколе и ГИБДД. Получить водительское удостоверение теперь стало сложнее. По мнению дорожных полицейских, эта мера позволила снизить аварийность и повысить культуру вождения самарских автолюбителей. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Прекрасных дам поздравляет с праздником и коммунальной службы в советском районе Самары. Подарки получили сотрудницы управляющей компании ЖКС. Сюжет Алина Чемерес. Этим утром, как обычно, Вера Воробьева и Галина Киреева вышли расчищать снег с раннего утра. Мимоза в подарок в преддверии женского праздника стала приятной неожиданностью. Дамы принимают поздравления от руководства. Поздравляю вас, слава, здоровья, здоровья, любви, дамы, быть любимым. Отлично настроение. Ах, вот и все перечистите. Чтобы все у нас хорошо было, чтобы снега больше не было. Большое спасибо ЖКС, что на нас внимание обращают и нас не обижают. Зарплату вовремя платят. В предпраздничный день подарки получили и представительницы прекрасного пола, которые пришли в управляющую компанию, чтобы решить интересующие вопросы. Старшие по домам в ответ благодарят коммунальщиков. Очень благодарны. И вообще всему рабочему коллективу. И дворникам, и всем-всем, и слесарям, и ну всем. Я говорю, от всего дома, от всех жильцов у меня такого, чтобы жалобы у меня нет. В 2016 году как никогда они работали. Выбирались своевременно, расчищали все очень хорошо. И с крыши счищали. Только позвонишь, скажешь, тут же бегут. Для сотрудников компании ЖКС поздравлять женщин с 8 марта уже добрая традиция. Цветы виновницы торжества получают в подарок не первый год. Алина Чемерес, Константин Головин, События. Все цветы к празднику 8 марта в Самарской области проверку на безопасность прошли. Специалисты управления Ростельхознадзора контролировали каждую партию. На соответствие карантинным требованиям ни в срезанных, ни в горшочных растениях, опасных насекомых не нашли. Цветы, в которых обнаруживают вредители, подлежат уничтожению. Ранее в Самарской области выявляли случаи заноса вместе с цветочным грунтом карантинных микроорганизмов. В этом году все проверенные партии оказались качественными. Поставки осуществлялись из зарубежных стран Армении, Эквадора, Израиля, Голландии. А также от российских производителей из Московско-Пинзенских областей, Краснодарского края и других регионов. Проводится тщательно государственный карантинный фитосанитарный контроль в пределах наших полномочий. И в случае, если заражение все-таки мы выявляем, принимаются фитосанитарные меры. Это либо возврат поставщику, либо уничтожение продукции, либо обеззараживание. Можно завести все, что угодно. То есть это и паутинные клещи, и разного рода червяцы, и прочие насекомые, которые на себе могут таить еще дополнительную опасность в виде бактерий. Основное внимание следует обращать на маркировку данных растений. На ней должен быть указан производитель, очень четко и очень ясно для покупателя. Традиционно перед праздниками в самарских магазинах подорожали некоторые продукты. А что переписали ценники, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дешевеет и опустилась ниже отметки в 56 долларов за баррель. Курс американской валюты сегодня 58 рублей 33 копейки, евро 61 рубль 86 копеек. Золото стоит 2309 рублей, серебро 33 рубля 12 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 40 копеек, дороже всего продать за 58 рублей. Мужчины в России нашли удобную замену цветам и конфетам на 8 марта. Перед праздником представители сильного пола полностью или частично гасят кредиты своих женщин. В первых числах марта банки отметили всплеск активности по переводам платежей на 25%. Так что, мужчины, имейте в виду, гасите женщинам кредиты. 8 марта россияне проведут на отдыхе в Санкт-Петербурге и Париже. Число наших туристов вырастет здесь на 46%. А в Самарской области перед праздниками почти на 2% подешевело куриное мясо и карамель. Зато прибавили в цене свежие овощи. На 5% дороже стал картофель, но и традиционно в два раза дороже цветы. На этом все. Удачи в делах! Самарцев спросит, какие дворы в городе нужно отремонтировать в первую очередь. Глава города Олег Фурсов поручил разработать новую программу по их благоустройству. В этом году Самара примет участие в реализации национального проекта ЖКХ и городская среда. Об этом стало известно на заседании окружного совета по развитию местного самоуправления под председательством Михаила Бабича, в котором принял участие глава города Олег Фурсов. В рамках проекта будут выделяться средства, две трети из которых пойдут на благоустройство дворов и одна треть на приведение в порядок общественных зон. Олег Фурсов поручил главам районных администрации совместно с общественными советами составить перечень дворов, которые остро нуждаются в ремонте и должны быть приведены в порядок в первую очередь. Нужно будет понять, какие дворы в приоритете по наведению порядка. И мы приступим к разработке программы. Там очень сжатые сроки, Владимир Андреевич, по разработке такой программы. Она будет на несколько лет связана с приведением дворов в порядок. Но еще раз подчеркиваю, должна быть приоритетность установлена. Причем эта приоритетность устанавливается не административно, а исходя из пожеланий людей. Далее коротко о других событиях дня. Серьезная авария произошла в ночь на вторник в Самаре. На перекрестке Нововокзальной и Вольской столкнулись ВАЗ-2111 и Хёндэ. Иномарку развернуло на 180 градусов, и она сильно повредила отечественный автомобиль. В нем оказался заблокирован пассажир. Для того, чтобы вызволить его из железного плена, сотрудники ГИБДД вызвали спасателей. Медики доставили пострадавшего в больницу. В причинах аварии предстоит разобраться инспекторам ДПС. В Самаре у поселка Гранный снегоход ушел под воду. Двое мужчин переправлялись с правого берега Волги на левый. Не доехав примерно 150 метров до берега, водитель снегохода сбился с пути и попал в открытую воду. Очевидцы вытащили на берег одного из пострадавших. Второго пассажира снегохода с сильным течением отнесло в сторону Новокуйбышевского пляжа. Спасатели достали его из воды уже в состоянии сильного переохлаждения. Самарцев подозревают в использовании поддельных документов для устройства детей в школу. После проверки возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как было установлено, при зачислении в одной из школ Октябрьского района, родители двух будущих первоклассников предъявили поддельные свидетельства о регистрации детей по адресам, закрепленным за образовательной организацией. Саратовские авиалинии открывают рейсы из Красноярска в Самару, сообщает Международный аэропорт Емельянова. Полеты начинаются с 18 апреля до конца летнего расписания, 26 октября. Полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-148 вместимостью 83 места в компоновке экономического класса. На данных направлениях предусмотрен льготный тариф, социальный, для молодежи до 24 лет и пенсионеров, женщин старше 60 лет и мужчин старше 65. Компенсация за ЖКХ для тех, кто платит исправно. Право на нее сохранили все региональные льготники. Но если раньше деньги выдавались авансом и без учета нормативов потребления, то сейчас подход пришлось изменить. Кто получит поддержку, а кто сам лишает себя такого права, расскажет Лариса Шалафаст. Бухгалтер с многолетним стажем Ирина Сизова счет деньгам знает. И после выхода на пенсию ко всем обязательным платам относится внимательно. Раньше ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией. Но если льготник копил долги за коммунальные услуги, выплату он не получит, пока не заплатит по счетам. Ирина Геннадьевна считает такой подход правильный. Обижаться надо только на себя, кто не платил за квартиру, за свет, за газ. У кого нет долгов по квартплате, за газ, за воду. Все это постепенно придет в норму. Компенсационные выплаты уже начались, но многим пришли суммы заметно ниже прежних. В региональном министерстве социально-демографической политики поясняют, если выплаты задерживаются, нужно обращаться в отделение социальной защиты. А сейчас, по сути, мы взяли данные за ноябрь, а в ноябре люди ЕДВ-то получили. Поэтому, по сути, сейчас, вот январь-февраль, это внедрение в действие нового механизма, это, по сути, переходный период. Мы начисляем компенсацию, исходя из тех сведений, которые нам предоставили поставщики жилищно-коммунальных услуг. Если совсем не получили, тоже нужно разбираться. Долги у вас, или вы не попали в базу данных, почему-то сведения о вас были утрачены. Они не поступили. Вот здесь нужно будет разбираться. Теперь для социальных выплат в регионе установлен критерий адресности и нуждаемости. Перераспределение бюджетных средств будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Таково требование федерального закона. Это касается и компенсации платы за детский сад. Теперь ее могут получать в семье, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу, 5000 рублей. Поддержат и многодетные семьи. Пособие малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей. Кроме того, увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В предпоследнем туре первенства высшей хоккейной лиги ЦСК ВС победил лидера регулярного сезона команду «Ростов» и заставил поволноваться гостей с Дона в матче реванша. Сергей Кизоркин увидел, на что способны военные летчики в плей-офф за Кубок Федерации. Новости спорта. Продолжит эфир. Регулярный сезон высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС закончил на домашней арене, и родные стены в итоге помогли триумфально сыграть с действующим чемпионом страны – Ростовом. Первыми начали забивать военные летчики. Гореев-Сафронов в первом периоде, Степаненко во втором. А на экваторе матча инициативу перехватили ростовчане в лучших традициях канадского стиля игры – сражаться при любом счете до последней секунды. В результате ЦСК ВВС умудрился упустить фору в три шайбы и вырвал победу только в серии послематчевых булитов – 4-3. Героями дуэли один на один стали Павел Антипов и голкипер Егор Оселедец. Мы очень плохо начали, ребята вышли скованные. Потом при счете 0-3 немножечко очухались, выровняли игру, проявили характер. По булитам проиграли. Я хочу ответить вратаря соперника, который против нас всегда играет очень удачно. Вторая игра домашней серии с лидером регулярного чемпионата ВХЛ Ростовом началась для военных летчиков не в их пользу. После первого периода они горели 1-2. Однако во втором забили дважды и вырвались вперед – 3-2. Оставалось только закрепить результат еще одной заброшенной шайбы. Но спортивный снаряд предательски не залетал в ворота соперника. У нас была задача выиграть этот матч и подняться на пятое место. Все бились, видно было. Все ловили на себя шайбу, все оборонялись. Пытались забрать три очка, чтобы подняться на пятое место. Не получилось, к сожалению. Лидер высшей лиги Ростов первостепенную задачу выполнил, сравняв счет. Это произошло в третьем периоде за полторы минуты до финальной сирены. А вот испытывать судьбу второй вечер подряд гости не захотели и не стали доводить игру до послематчевых булитов. Исход поединка на последних пяти секундах встречи решила шайба Василия Шутова. Волевая победа Ростова – 4-3. Турнир продолжается, мы в плей-офф. Идет подготовка. Я считаю, что каждая игра, проигранная, тем более в такой борьбе, она должна научить. И очень бы хотелось с Ростовом встретиться в финале. Будем делать все для этого. И затем там исправить то, что мы сегодня не могли реализовать. Победителем регулярного чемпионата ВХЛ стал Ростов. ЦСКА ВВС занял шестое место. И теперь в плей-офф военные летчики встретятся со Славутичем. Первые матчи четверть финала розыгрыша Кубка Федерации пройдут в ближайшие выходные в Смоленске. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова